всем привет вы на youtube канале к ваксе youtube канале спорт экспресса фигурном катании и сегодня у нас в гостях прекрасная фигуристка тренер и вообще очаровательная девушка вера базарова призываем всех поставить лайк написать комментарий особенно пользователя максим леонидовича призываем обязательно будем какую-то экспертизу стараться подвести по итогам этого сезона и в россии и за рубежом вера надеюсь будет давать экспертиза мы будем все портить своими вопросами очень глупыми мы это рустам мамов которые прямиком из из казани из ярославля он вообще нас путешественник там потом расскажи как ты там путешествовал ну и дим кузнецов я вот из питера приехал только что с поезда шоу овербуха вера можно сразу с места в карьеру вам вообще какой больше сезон понравился мировой или российский конечно российский ну правильно конечно да странно если бы ответили мировой тогда просто эфир закончился нас бы всех сейчас положили почему ну вообще вот посмотрел чемпионат мира недавно который завершился то есть очень на самом деле как то раньше кстати не замечала там в том сезоне может я не так активно следила прям вот колоссальная разница выступлениях наших спортсменов даже там взять тоже спартакиаду сильнейших один из последних да таких был турниров и чемпионат мира то есть по уровню сложности программ вообще по уровню конкуренции это просто как ну небо и земля мне кажется а вот мужского одиночного тоже касается ну мужской одиночное да с пометочкой на мужского одиночное ну наверное танцы тоже то есть все таки чок бейтс несмотря на то что они уже достаточно давно да на пьедестале мировом вот но они держат марку то есть они танцы и мужчины мужчины соответственно малинин конечно же вот но а так как бы что касается допустим женского парного катания совершенно как-то очень очень упал уровень конкуренции в мире но вот с вами как с бывшей парнице хотелось как раз обсудить победу 40-летней данной стилата дудок с одной стороны это очень интересная да кинематографическая бы сказал история возвращения в спорт и победы в таком возрасте можно говорить о возрастном цензе верхней планки да в ее случае но с другой стороны это может какой-то приговор парному катанию в мире когда вот такие люди побеждают ну на самом деле даже как-то неожиданно то есть они я честно сказать ну не наблюдали в сезоне в этом и не помню если честно тоже ее может быть там с предыдущими партнерами вот здесь ну мы увидели так как бы элементы ну какие-то базовые есть то есть там два тройных выброса самых несложных сольный тройной прыжок и комбинация по моему тройной прыжок аксель в полтора оборота и аксель в два с половиной то что делали в один с погодом то есть у нас на самом деле просто такие пары такой уровень это уже наверное юниоры может быть даже юниоры у нас же прыгают там тройные луцы в парах параллельно и ритбергеры и когда ты видишь что-то чемпионы мира вот но еще как бы то есть само катание но тоже такое компоненты девятки на мой взгляд это тоже как-то очень странно когда там одни беговые шаги в программе если реально посмотреть наш пар насколько у них сейчас там сложные переходы просто там одна танцевальная поддержка переходит в другую из нее выходит парная поддержка сейчас просто ребятам ставят очень сложные программы реально вот наш там топовые пары я смотрю думаем это просто уже как бы на грани танцев на самом деле и пар то есть они очень много стали брать из танцев и это здорово то есть это смотрится это зрелищно но при этом они прыгают и делают все партные элементы на уровне и у нас есть пару же там с четырнём подкрутом здесь но при этом 221 балл да вот да и балл и игровые компоненты а второе место там вообще с двойным с как бы они ошиблись но тем не менее то есть получается как-то оценки завышают если это пара бы она бы третье место ведь заняла бы у нас на и на чемпионате республика но просто а вот вас этот пример стал этот дудок не как-то мотивирует нас тоже как-то взять вернуться ну один турнирчик должна быть какая-то мотивация сумасшедшая то есть вот вы намекаете на чек так как для чего чек насколько душевная мотивация любовь к спорту ну любовь к спорту каждый проявляет по своему то есть в любом случае я какой как-то так придерживаюсь мнения что всего должно быть всегда в меру то есть есть же еще и дальше развитие а если по-другому покручу на вопрос посмотрите а вот если бы вы так потренировались ну не знаю хотя бы месяца два вот вы выиграли чемпионат мира ну так если вы прям реально на поставить себе цель и вот вы бы мне кажется вы бы хуже то стол от дудок не не откатали я думаю это не вопрос двух конечно месяцев но это вопрос сезона наверно года в принципе партнер еще на партнер много факторов нас растись вот но опять же то есть это должно должен быть какой-то стимул поддержка конечно поддержка я думаю и федерации в том числе в канаде что там видимо совсем как бы у них а там кстати забавная ситуация они вроде ее поддерживают но при этом до сих пор ей документы на четвертый год как они канаде катаются не оформили вот был забавный случай легальный чемпион мира у нас получается Джастин Трюдо поздравил Диану в твиттере а ему сразу ответ прилетает а когда гражданский суд дашь то что на чемпионате мира то она может выступать но на олимпиаду нет может быть сейчас дадут вот заслужил не получается нас веру вернуть в фигурное катание во всех смыслах слушайте ну хорошо вот меня тоже родился тогда вопрос такой вот вы сказали про танцы и пары а реально мы когда-нибудь можем увидеть не знаю переход из пар в танцы вот это насколько вообще реально может быть вы как парнице вообще задумались о том что на самом деле были примеры я помню с нами вместе каталась Василиса Даванкова она приходила и причем по-моему даже с ней потом как бы общались она говорила ну да нет ну как бы не очень сложно ну типа что может быть там не так интересно уже после пары вот потом кто у нас сейчас вообще или я яблоков у нас я слышала Ну, кстати, да, одиночки в танце. Было прикольно просто увидеть вот именно какую-то пару. Просто уже тоже вам взрослым. А именно прям с селикового? Да, приходите, значит, если бы они в танцы перешли, то это... Ну, я понимаю, что это звучит, наверное, крижово немножко, но... Там ведь даже прыжки сейчас разрешены, кстати, в танцах. Ну да, да, да. Одинарные, но все равно, так что можно, да. Ну, одинарные они не сделают. Ну, вращения, да, там добавили. Вообще-то, как бы, приблизили немножко, там, грубо говоря, лет за десять. Спортивные пары и танцевальные обобщили. Ну, предложение Лакерник пару лет назад объединить вообще в целом парное катание и танцы, но там до дела так и не дошло. То есть он как-то вбросил эту информацию. Может быть, он хотел прыжки убрать, тогда я возвращаюсь. Про то, что прыжки убрать, кстати, ведь это действительно тема идет на полном серьезе. Именно облегчение программы. Ну, то есть и, собственно, судя по тому, что там говорят на чемпионате мира, там, в ИСУ через всякие источники, что мы получаем, хотят же облегчить там программы в парах, в одиночном. Ну, и насколько... Слушайте, ну, есть же вот этот аргумент, что зачем они катаются там от прыжка к прыжку? То есть здесь вы видите какую-то логику? Или все-таки это действительно там откатывает нас назад и так далее? Ну, тогда должно что-то, по идее, появиться, да, что-то новое. Ну, то есть на что тогда делать акцент? Эстетика появится. Да, но, опять же, там, судя по канадским парам, ну, то есть мы не видим там каких-то супер, там, новых экшенов, переходов, там, актерского мастерства, еще чего-то. То есть тогда, ну, тогда надо делать акцент на что-то другое. Знаете, кстати, поймалась одна мысль. Интересный момент, когда солидарные вы, как российский эксперт и такая фанатка, можно сказать, России, Меган Диомей. Я тоже хотел про нее поговорить. Мне кажется, надо послать в эфир Меган Диомей обязательно. Мы их пришлем в Твиттер прямо. Часто говорит о том, что уровень парного катания в мире никакой, и те пары, которые занимают призовые места, они не должны их занимать по их уровню. И в этом плане скучает даже российским парам. А вы с Меган как-то пересекались? Не знаю, насколько там, привет-привет, вот это все. Ну, просто да. Да, не так, нет. Просто так. Не учались. Но Твиттер Меган Диомей – это прямо такое явление, я бы сказал. Ну да, я иногда слышу там какие-то мнения. А обидно читать? Ну, я слышала что-то там про допинг, она вот говорила про наших спортсменов, да? Я думал, ты спрашиваешь, обидно, что свой Твиттер распросят и так же. Вот это я понимаю. Вот. Ну, хорошо, допустим, мы как бы согласились, что там у нас женщины и пары там сильнее, у них мужчины и танцы. Но, в принципе, вы вот видите, как нам уже на третий сезон, получается, в изоляцию входим. То есть, вы скорее видите, что мы там держимся на одном каком-то уровне, или все-таки постепенно уже там идет вниз. Снижение. То есть, мы, наоборот, растем и так далее. То есть, потому что очень много же вот этого то, что да, они нам не нужны, мы и сами вообще сейчас все сделаем лучше них. Ну, вот, судя по тому, что происходит в этом сезоне, не знаю, опять же, может быть, как-то вот это все накопилось, но и то ли стали больше там внимания уже уделять, то ли это из-за того, что действительно третий сезон. Но вот в этом сезоне видно, что наше фигурное катание, ну, как бы оно не становится там хуже, у нас не падает конкуренция, ну, объективно. Ну, даже у мужчин у нас в любом случае все там первые пять-шесть мест это все у мужчины с четверными прыжками, да. А теперь аксель есть свой. А аксель четыре с половиной оборота, да. То, как бы, на чемпионате мира мы видим, что тоже там у мужчин четвертое-пятое место это даже там Джейсон Браун, ну, простите, он всегда, конечно, катался без четверных, но он все равно до сих пор занимает там свое пятое место на чемпионате мира. А это надо Егудину посылать. Ну, действительно, да, у нас есть, у нас вот, я участвую в шоу, у нас все парни, мне кажется, откатают не хуже реально, которым уже там по 45 лет. Получается, ну, а если так ставить вопрос, то условно, там, Семененко победил чемпионат России, мог бы зацепить медаль на чемпионате мира? Конечно. Я думаю, что он был бы в тройке однозначно. А вот про Малинина, если конкретно говорить, на ваш взгляд, он показал какой-то максимум возможностей на текущий момент? Либо мы вообще входим в какую-то новую эпоху? У него, мне кажется, вообще, да, какой-то безграничный, глядя на него, да, на то, что он делает, что он постоянно до сих пор там прогрессирует, хотя вроде кажется, что вот уже все, потолок, он, то есть, делает еще более сложные вещи, и он прибавляет и в катание, то есть, это вообще просто какой-то запредельный уровень. И тут думаешь, ну, наверное, он еще что-нибудь сделает к следующему году. Сегодня, по-моему, как раз он выложил очередной каскад 4-4, он же к четверному акселю четверный добавляет. К пятерным мы близко, вот, как думаете? Ну, уже четыре с половиной есть, значит, мы уже направлены на эту цель. А кто будет раньше? Малинин или, может, даже Дикиджи? Видимо, они такое внегласное состязание устраивают. Я вообще предложил бы, может быть, Веря какой-то, знаете, аналог ледового Оскара по итогам сезона. Вот если вручать там номинации, ну, давайте российский сезон все-таки возьмем, вроде как он ближе к нам. Вот если бы вы там выбирали, ну, с чего начать? MVP, вот, кого бы вы выбрали MVP сезона в России? Ну, то есть, самыми такими яркими вспоминающими. Да, такой самый крутой, типа, пакеонный герой, да-да-да, сезона. Ну, во всех видах, понятно, в четырех, то есть, как они выбирают эту себя? Ну, наверное, ну, я бы все-таки Миша Нагалямова. Окей. Ну, потому что, на самом деле, зная, да, что у них после Олимпиады все-таки, ну, в любом случае, у любого спортсмена, да, какой-то небольшой, там, идет спад. Ну, как бы он, может быть, не виден, не заметен, но внутренне, то есть, что они преодолели, да, и выиграли просто все соревнования в этом сезоне с идеальными прокатами. При этом они как-то, ну, себя проявляют и с какой-то медийной стороны. Медийной стороны, да, вообще, как бы, с такой самоподачей их взаимоотношений. Ну, для меня, вот, я помню, раньше все время Бережная Сверлица, да, был такой какой-то вот эталон пары во всех смыслах слова. И тренера, как бы, ну, какого-то вот такого, да, тандема с тренером и отношениями. То есть, сейчас это вот реально Мишина Галямов, я прям посмотрю, я даже там, хотя я, ну, сама с ребятами лично, ну, как бы знакома, ну, так, ну, мне тоже привет-привет. Вот, но я даже там писала в Инстаграме, поздравляла, то есть, мне прям реально очень как-то так за них вообще... Вынуждена сказать, что Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации и все такое, да. Да, твиттер стал иксом и не запрещен, но при этом заблокирован. Да, вот, но, слушайте, а вы подписаны на Телеграм, Саша Галявова? Телеграм нет. Ой, подпишитесь, подпишитесь, там вообще угар. Правда, потом там выключать уведомления придется, потому что очень много гифок, но это прям отдельный вид искусства такой. Так, ну хорошо, что, все, растоп, идем дальше или как? Нет, вот конкретно про пары, если спрашивать, как мне кажется, не получилось реально противостояние Байкова и Козловского и Мишина Галявова. То есть, Мишина Галявова как-то на такой высокий уровень зашли, что Александре с Димой было не дотянуться. Ой, где-то напрягся один человек у экрана. Так, что же у нас сейчас будет? Давайте, давайте! Стараюсь! Наконец-то! Объективно, если говорить, ведь реально же... Но, опять же, как я и сказал, то здесь даже дело, мне кажется, было не вот в этой внешней конкуренции, а в том, что, ну, действительно, Мишина Галявова, они показывали все настолько безупречно, идеально, уверенно и, ну, как бы, не было никаких вопросов. Да, вот у Димы Козловского была такая фраза, которая, мне кажется, показывает, как ему это более, наверное, осознавать, что, в принципе, мы отдали турниры сами. То есть, по сложности они не уступают, а даже, возможно, превысили соперников, но просто они делали на каждом турнире, там, условно, одну помарку, которая их отбрасывала назад. То есть, ну, в принципе, вы согласны с такой вопросом? Да, я не могу сказать, что они, то есть, ребята, да, Дима с Александром, что они, то есть, они не провалили сезон, нет ни в коем случае. У них действительно там просто возникали какие-то, ну, маленькие помарки ошибки, небольшие, то есть, да, там даже тот же чемпионат, ну, Спартаке, да, хочется чемпионат мира назвать, вот. Но, как бы, из-за того, что, то есть, возможно, что там на уровне другом, да, других пар, если бы там не было Мишиной Галявы, они бы были чемпионами, вот. Но здесь, как бы, с такими лидерами, ну, то есть, нельзя было вообще ошибаться, и, естественно, это сказалось. То есть, говорить о том, что переход был ошибкой, и это неправильно, да, и вообще надо смотреть, наверное, как-то в долгую на то, как закончится их вот путь, вот. Ну, у них, да, первый сезон, то есть, здесь еще сложно вообще делать какие-то выводы, и даже по себе помню, что, как бы, первый сезон, там, перехода к новому тренеру, это всегда сложно, тем более, как бы, в их ситуации это, ну, как бы, несколько человек, то есть, им надо было привыкать не то, что, там, к одному тренеру, хотя они привыкли работать с одной Тамарой Николаевной, то им нужно было именно перестроить, как бы, полностью вот на работу в команде, то есть, что их несколько, что каждая отвечает в этой команде, там, за свое какое-то дело. Вот, ну, у нас была похожая ситуация, когда мы приходили в команду Нины Михайловны, я помню, что тоже, то есть, я терялась, я не понимала, как бы, кто, когда ты тренируешься, просто одного тренера, это одно, а здесь, ну, как бы, тут вот обширность команды, наверное, тоже играть. А вы же при этом еще и партнеры меняли, то есть, в этом плане, наверное, им как-то проще, потому что они катаются так же вместе, просто уже... Да, нет, когда мы переходили к Нине Михайловне, мы еще с Юрой переходили. Ну, просто вот часто, да, как раз интересен ваш опыт в данном случае, часто говорят, что, там, переход, нужно какое-то время на дотацию со стороны, ну, с моей дилетантской стороны, кажется, ну, в смысле, не знаю, из школы в школу я перешел, ну, кажется, математика, тот же предмет остался. У детей и бывает период отоптации. Да, да, ну, да, но в целом, ну, вот я школу менял, ну, да, наверное, со всеми, там, познакомиться надо, там, не стать какой-то белой вороной, но, в принципе, ну, учитель, что тут, что здесь, он, как бы, говорит одинаково, вот так решать, не знаю, условные, там, уравнения и так далее. То есть, здесь именно, может ли в таком уровне меняться, там, техника прыжков, вот вас, не знаю, переучивают или нет, когда вы уже в таком возрасте? Нет, техника вряд ли меняется. Ну, как бы, да, конечно, каждый тренер, каждый специалист видит элементы по-своему, да, у каждого все равно какие-то свои, там, взгляды, позиции, то есть, какие-то нюансы добавляются. Но, опять же, там, опытный тренер, как правильно, он видит, если элемент, ну, как бы, и так хороший, то его не надо трогать, то есть, если там спортсмену подходит определенный образ, и он ему, как бы, нравится и подходит, то тоже там сильно какой-то стиль катания, то есть, ну, это зависит от тренера, то есть, бывает такое, что тренер хочет поменять все, да, но это, наверное, редко уже на таком высоком уровне. А вот работа над четверным, она может помешать стабильности, то есть, могла ли помешать стабильности? Ну, это безусловно, да. Ну, то есть, работа над, всегда изучение какого-то более, там, оборотного, да, прыжка, выброса подкрута, она, как бы, ну, ломает технику более простого, этого же прыжка подкрута тоже. Я вот помню, мы начинали с Андреем Депутатом изучать четверной подкрут, и у нас полностью сломался тройной, то есть, мы вообще его не могли делать. Почему Малинина тройной аксель не ломается? Не понимаю. Можно переходить, я думаю, к женскому одиночеству, мы еще не обсуждали, а вот там, на ваш взгляд, видна ли деградация в России, в мире, то есть, мы как будто бы вернулись реально на лет 5-6 назад, когда есть вот только Петросян с четверными, а дальше как-то тускло. Ну да, Петросян, она, конечно, как бы выглядит на несколько голов выше, мне кажется, чем все. Ну, после, конечно, там, Саши Труссовой, да, после... Ты щека вот этого видела. После Щербаковой, когда мы видели одни четверные, ну, немножко непривычно, но, в принципе, как бы, глядя на мировую арену, там тоже мы, я говорю, на чемпионате мира специально прям посмотрела все-все-все распечатки до самого последнего места, ни одного четверного, ни одного тройного аксида. По ходу сезона были, но вот, видимо, на главном старте решили люди не рисковать. Ну да, да. А Каори Сакамото, она как-то была бы конкурентоспособна на российских стартах? Ну, я думаю, за тройку, да. Если пара японских судей была бы по-моему, то наверняка, да. За тройку, наверное, да. Но чемпионские места все равно были бы скорее за нашими, да? Ну, чемпионские у нас, мне кажется, да, Петросян на безоговорочном. Так, смотрите, хорошо, если вот выбрали там MVP, если выбирать, не знаю, программу года, вот если так поставить вопрос, что-то бросается вам в голову? Программа, ну... Как определенная. Можно даже из шоу, наверное, из показателя. Ну да, любая же сезон, не знаю, да, может... Даже с русского вызвали. Ну, очень нравятся программы у Степановой Букина в этом сезоне. И, ну, опять же, там поражает их скорость вообще возвращения, да, Александры в форму. Вот. Наверное, вот они так запомнились. А Степанова Букин вообще, на ваш взгляд, как-то в мире бы сейчас котировались? То, что тоже очень много споров было у тех же даже самих Степановой Букина. Были вопросы к судьям, почему вы нас оцениваете немножко ниже, чем они сами себя ощущают. То есть они как-то претендуют даже в оценках на места наравне с Пайпер Гиллис и американцами. То есть это объективно, они возвращаются на тот высокий уровень, либо все-таки пока время нужно на то, чтобы вернуться, и они не достают чего-то им. Ну, честно сказать, как бы вот именно какие-то технические моменты в танцах, это вообще... Мы тоже не понимаем. Честно, я... Там на эльфийском что-то написано в протоколах. Действительно, я в этом не особо разбираюсь. Вот то, что я вижу, ну, мне нравится, мне прям вот кайф, и мне кажется, что они не хуже там чокбается. Ну, вот чисто вот как-то визуально, душевно, там, эмоционально, да, да. Какие-то там моменты совсем уже, если лезть в технику по уровням, то, ну, возможно, они пока еще не совсем дотягивают. При этом у нас снова идут распады пара, а мы видим, что в топе, в мировом, все-таки у нас дуэты, которые, можно сказать, десятилетия уже вместе катаются. Это, наверное, проблема, да, будет в случае нашего возвращения в международную арену, что у нас нет практически ребят с опытом. В танцах, да? Да. Ну, да, у нас, получается, Степан Вабукин, Худебер Байзин, да. А остальные, да, они как-то гуляют немножко. Наскробуют себя. Насколько вообще, ну, потому что, наверное, есть вот такой аргумент, что, мол, ну, почему я там, не знаю, должна терпеть там какого-то партнера и так далее. То есть это все-таки, вы видите здесь какую-то проблему, что, да, людям надо научиться как-то притираться друг к другу. Или, скорее, вот, душа велит уходить, значит, надо, потому что в парах же тоже идет вот это притирка характера. Ну, мне кажется, не знаю, может быть, танцоры они как бы более просто эмоциональные люди. В парах такого, ну, наверное, даже меньше наблюдать. Да, даже вот распад или иных Кацелапова, то есть тоже, в принципе, было непонятно, как бы, что случилось. Вот, ну, там были свои нюансы, да, именно, как бы, какие-то, видимо, личностные. Но так вот по объективным причинам тоже было непонятно, зачем. Ну, то есть ваша позиция, нужно свое эго и эмоции задушить и кататься ради результата, да? Ну, если получается, то да. А если как бы это прям, ну, вредит, мне кажется, это опять же, может, это, наоборот, такая какая-то мода, такой тренд. Наверное, в этом плане хороший пример показали Женя Тарасова, Вова Морозов. Ведь, насколько мы знаем, у них были галактические отношения, они прекратились, но при этом они сели, поговорили, что, ну, мы в плане спорта друг к другу подходим, у нас есть результат. Зачем мы должны это прекращать? Наверное, это правильный подход. Это правильно, и так, на самом деле, очень многие пары делают, так часто происходит. То есть разделить работу от личного. Ну, мне кажется, это вообще и по жизни хороший совет всем. А федерация должна как-то вмешиваться, то есть пытаться таким третейским судьей быть, как, ну, они и правда, многие дети, конечно, сажать их там, примирить пытаться. Ну, мне кажется, это в первую очередь должен делать тренер, и, наверное, он должен это делать даже, ну, как бы предвидеть такие ситуации. Уже, как бы, заранее как-то подготавливать психологически, эмоционально ребят, то есть, ну, тренер же всегда в курсе, да, аж какие отношения у партнеров. И, наверное, он, ну, как бы, есть, можно даже, наверное, работать с психологами, уже пока не случилось вот этой вот яркой какой-то стычки. То есть как-то подготавливать ребят, что вот у вас отношения – это отношения, а работа – это работа. То есть делать какую-то подготовку, что если, мало ли, отношения разрываются, чтобы это не влияло на рабочий процесс. Давайте прорыв сезона выберем, вот если кого-то из наших выбирать. Ну, у Ди Киджи, конечно. Ну, да, тут как-то это скучно, да. Четыре с половиной. Скучно, да, да, да. Да, недавно с ним говорил, он как-то так спокойно об этом четверной акселе говорит, ну, я просто вышел, спросил пару килограммов, когда были выходные, сделал двойной, сделал тройной, перекрутил и думаю, ну, сейчас, наверное, четверной получится. Да ладно, то есть это не было какой-то прям суперцелью там, нет? Нет, все-таки это была цель, я с ним делал интервью в ноябре, и он мне тогда сказал, что, ну, вот сейчас сезон пройдет, я не хочу рисковать, травму получу, а вот после сезона буду учить четверную аксель, это как цель. Нет, цель не так была, но я так понял, что в комментариях еще люди писали, да какой четверной аксель, пацан, ну, помолчи, ну, человек сказал, человек слово, человек сделал. Ну, он теперь пятерной до конца лет должен сделать, посмотрим, какой человек. Ты договорился с ним, да? Нет, такой спорт голямый. Удивительно, мне кажется, что он достаточно высокого роста еще для одиночника, то есть он не то, что там маленький, худенький, легонький, у него такие достаточно длинные конечности, а вот хорошо. Малиня тоже не тросточка все-таки, ну, я пересматривала, да, много. То есть там да крут, все в этом плане, потому что есть разные мнения там в комментариях. Ну, слушайте, вот эти вот кушки, как они, да, называются, их то замечают, то не замечают здесь, это надо прям супер пристально замедленно смотреть, визуально, да нет, идеально чистый. А с точки зрения эстетики и целостности проката, вам вообще Дики Джи нравится, потому что по ходу сезона было очень много споров, к примеру, там, один из экспертов Андрей Жворанков, очень часто критиковал Дики Джи, говорил, что это только прыжки, нет второй оценки, вы как-то с этим согласны? Ну, на самом деле, то, что даже когда мы общались, по-моему, осенью, в начале сезона, тоже задавали этот вопрос, тоже обсуждали, и я тогда сказала, что у него просто, ну да, он чуть-чуть, как бы, может быть, по катанию, там, у него как бы своеобразное, да, катание немножко, но у него настолько поставлены программы, как бы вот под него, то есть подобрана музыка, образы, да, скрываются недостатки, но на протяжении сезона специально тоже смотрела именно за программами, мне кажется, что он как-то немножко, ну, раскрепостился, раскрылся, то есть все-таки появляется, когда у спортсмена уверенность, даже если там ничего не меняется в технике скольжения, и там каких-то, ну, даже если не идет специальная работа над хореографией, если спортсмен, ну, приобретает вот эту вот внутреннюю какую-то уверенность в себе, тем более он такой еще, ну, как бы, достаточно юный, у него все равно еще какой-то момент становления, взросления, он себя, ну, видимо, стал ощущать так более статно, более значимо, и это, как бы, отражается на его катании, и вот последний старт, и мне кажется, что у него уже лучше вот эта именно презентация представления себя. Если события года выбирать, то какое вы назовете? Печальная или радостная? Ну, какой-нибудь, ну, мне кажется, что, да, как-то, как будто все довольно очевидно. У нас все, мне кажется, вокруг, да, если события чисто, которые не связаны с соревнованиями, то это, конечно, вот трагедия с Алиной. Камилой. С Камилой, решусь. С Камилой, что-то вырежусь. Да, вот, и как раз хотелось, наверное, про нее сказать, потому что, да, осенью мы, как бы, ждали все вот этого решения, потом мы его, к сожалению, прочитали, и, ну, я даже не знаю, вот как поставить вопрос, какое у вас ощущение осталось послевкусие по всей истории? Ну, удивило ли оно вас, потому что, с одной стороны, вроде бы, как по верхней планке пошли, с другой, оставили медаль России, что этого не ожидал, наверное, никто. Именно на Брозу. Не ту медаль, и там еще не все, ну, все-таки, какой послевкусие? Да, да, да. Какое, да, ощущение у вас осталось после всего этой всей истории? Ну, ощущение, правда, какого-то бардака. Ну, то есть, ну, самое главное, что ощущение, вот, что никто действительно не дает каких-то конкретных ответов, то есть дают ответы, но каждый день разные, и столько версий, и ты уже, на самом деле, ну, вот я, как человек, который просто наблюдает со стороны, да, ну, конечно, там, мы все болеем, поддерживаем. Ну, Камилу, и все очень переживали, все следили, вот, но когда ты начинаешь читать, вот, какие-то ответы, комментарии, ну, я просто, вот, в какой-то момент я перестала читать, потому что я поняла, что, во-первых, я уже, как бы, немножко запуталась, вот, и что настолько это как-то все выглядит, как фейк какой-то, серьезно. Ну, давайте представим, что у нас тут небольшой такой филиал КАС, да, такой суд присяжных, и, откровенно говоря, когда человек выходит и дает разные показания, наверное, это тебе меньше поводов дает ему доверять. Это не внушает доверия, конечно, конечно, и непонятно, ну, то есть, даже сложно сказать, кто так ошибся, что разные настолько показания, то есть, почему нельзя было хотя бы сразу же как-то простроить... Одну легенду, да? Одну линию, да, одну линию защиты, это действительно сразу же внушает еще больше подозрений, негатива, и явно не несет никакой позитивной, там, тенденции на сокращение срок, к примеру, дисквалификации. Как вам, в принципе, аргумент про то, что зачем допинг фигурному катанию? Я понимаю, извините, что понятно, что там это и вас там задело рикошетом тоже эта история, но именно потому что, ну, мне этот аргумент не очень нравится, вот, но, может быть, вы, как человек, который, понятно, следил за этим много лет, и это действительно накладывает сильное ограничение в личной жизни, там, в том, что, не знаю, не можешь пойти в аптеку и что угодно взять, условно говоря. Вот, вам как этот аргумент, что, ну, все равно, это же не улучшит прыжок и крутку твою и так далее? Ну, это может повлиять только если на какие-то качества, там, выносливости, сердечно-сосудистые мышцы, ну, вот, в случае, там, с нашей парой это был просто вообще допинговыводящий, даже не допинг, а мочегонный, обыкновенный, ну, то есть... Да, 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 скрывающий вещество и вот так... Скрывающий, ну, либо у нас его, как бы, чаще, там, как диуретик, то есть, для сжигания веса, да, вот, но... Ну, просто сгонка веса может тебе помочь при прыжке? Ну, может помочь, но, опять же, там, как бы, на сколько? Ну, это да. То есть, ты же там не сгонишь вес, сразу же не запрыгаешь и то же самое, наверное, с допингом, то есть, ну, что, это придает, может быть, какую-то уверенную, ну, стабильность, больше, там, выносливость именно для прокатов программ, а именно для, там, изучения исполнения новых элементов, ну, что там, какая-то взрывная, какая-то взрывная сила мышц, ну, я не думаю. Все равно у нас больше такой технический вид спорта, если каким бы ты ни был, там, резким, сильным, если ты не осваиваешь технику, то ты не запрыгаешь. И все же, наверное, раз есть какие-то определенные правила, как бы, все под них подписываются, все на равных условиях, нужно, значит, их выполнять, если ты соглашаешься, выходить на международный старт. Ну, конечно. Тогда, а такой вот, такая вот дискуссия, правда, взрослые, невзрослые, про защищенные лица и так далее, просто после этой ситуации такая создалась коллизия, что вроде как действительно несовершеннолетний человек приехал на Олимпиаду, то есть вроде как он формально действительно ребенок, он выступает по-взрослым, но, Сори, а нужно ли нам теперь делать, там, от 18 лет участие, там, на Олимпиаде или, знаю, фигурном катании, или это слишком, там, радикально? Теперь с 17 лет, кстати. Паспорта, там, какие-то вводить, не знаю, спортсмена. Шахта в эту сторону уже есть. Ну, возможно, что такое будет принято, чтобы не повторялось таких вот историй многозначительных, да, когда непонятно, кто отвечает. То есть если бы это был действительно, наверное, взрослый спортсмен, совершеннолетний, ну, как бы он сам бы взял на себя ответственность и сказал, да, пил, нет, не пил. То есть было бы, наверное, проще. Хотя все равно есть всегда линия защиты, все равно, как бы, и взрослых спортсменов, если мало ли у них находят допинг, то есть ты можешь там, да, спорить, написать апелляцию и так далее. Наверное, главные косвенные жертвы всей этой ситуации, это еще все те люди из командного турнира и нашей сборной, и других сборных, которые все это время ждут свои медали. Они уже выступили, а как бы награды нет. Насколько правильно вообще вот эта система построена, что пока нет окончательного судейского решения, люди вот больше двух лет уже ждут свои награды? Ну, это, наверное, первый такой случай, он как бы беспрецедливый. По количеству людей, да, но в принципе... Вам не приходилось когда-нибудь вот ждать медалей, не знаю, на детских соревнованиях не принесли сразу, а только на следующий день грамота вот эта... Если только на детских, нет, на самом деле у нас как бы была история тоже с медалями, но мы возвращали медали. Ну да. Когда у нас нашли у партнера допинг, мы возвращали какие-то призовые за два, по-моему, старта и медали. Но тогда не было командных как бы турниров, то есть мы вернули свои личные, соответственно, наши первые перешли тем, кто был второй, они обратно, ну как бы и так далее. А как это происходит? То есть ты идешь на почту вот с этой медалью или там в УКР, или переводом там вот эти призовые переводы? Извините, может, я как бы... Мы, по-моему, кстати, отправляли чуть ли не почту, потому что мы жили в другом городе, мы отправляли в федерацию, но я не помню, может быть, мы с кем-то их передавали, призовые. Тогда тоже, по-моему, не было еще вот этих там банковских переводов, ну как-то вот тоже через кем-то прям наличку какую-то. Офигеть, офигеть, слушайте, интересно, когда... И да, причем мы передавали паре, которая тоже тренировалась в Перми, но мы не могли им передать напрямую, мы передавали именно в УКР. То есть они, по сути, на соседнем катке, можно сказать, с чемпионом доехать, да, на этом катке, да. Как-то потом общались с ними, то есть они как себя ощущали все-таки чемпионом, потому что вот на эту тему как-то общался, например, с латвийскими бобс-листами, они честно говорили, ну мы в спорте в моменте проиграли, поэтому ощущать себя чемпионом не можем. Он как бы спортсмен, мне кажется, в такой ситуации, ну да, ему как бы радостно, приятно, что это там лишние призовые, но именно вот это вот чувство, что ура, я первый, а он незаконно, незаконно меня обыграл, мне кажется, такого, ну, мне кажется, вряд ли. То есть вам не близки вот эти слова некоторых там зарубежных фигуристок, вот сейчас Луна Хендрикс, мы, может, читали, много об этом говорит, что вот, я страдаю от того, что столько обмана в фигурном катании, то есть где-то она в этом плане перебарщивает? Ну, это, мне кажется, уже такие просто яркие речи для привлечения внимания, возможно. Так как бы все равно ты понимаешь, тем более такой вид спорта, когда ты вышел, ну, то есть у тебя есть там распечатка твоей программы, ты знаешь, что ты сделал, то есть это не так же, не как в легкой атлетике, что ты прибежал там второй. В таких видах спорта, когда это непосредственная, да, борьба такая происходит, то это одно дело у нас, ну, как бы все равно ты знаешь свой результат. Вера, а, вот извините, побью, просто тут после всех тех историй скручивается такая олимпиада на стероидах, не знаю, слышали? Ну, мол, весь допинг разрешаем, и вот все приезжают, да, хоть как бы обкалитесь, извините. Ну, обещаю, что будут врачи следить за состоянием здоровья. Может быть, нам уже вот так сделать, не знаю, уже, ну, если невозможно вот эту границу определить. Да, мне кажется, все возможно, просто как-то нам не везет в этом плане. А вы бы заявились на такие олимпиады стероидах? Да. Я бы подумала, конечно, как запрыгала бы сейчас четверные. Ну, на какой-то волшебной таблетке, опять же, ее нет, да? Да нет, конечно. Я не знаю, кстати, наверное, они уже нельзя называться олимпиадой, это же какой-то там трейдмарк должен быть. Это же так можно олимпийской чемпионкой стать. И официально. Это знаешь, как будет, вот, на шоу будет Вера Базарова, олимпийская чемпионка, и так шепотом, на стероидах. Не, не, есть уже официальное название к стероям, Exchange Games, так что они не претендуют сами. Ну, все, ладно, тогда, нет, тогда не заебяемся. Победитель Exchange Games. Это чепуха какая-то непонятная. Так, что я хотел еще спросить? А говоря о чепухе, как раз вот турнир, который сложно как-то вот с точки зрения распечаток понять. Перед эфиром уже немного о нем говорили, русский вызов. То есть для вас эта идея, концепция не совсем понятна, когда шоу пытаются оценивать с точки зрения? Ну, честно сказать, да, потому что, во-первых, там перемешаны в том году, и, честно, я не так, ну, как бы я не особо следила за этим турниром. В этом году, да, я увидела, что все виды фигурного катания все в перемешку, и, то есть, ну, как это оценить объективно очень сложно, мне кажется. То есть, какой ты должен быть специалист, он должен разбираться в чем? В актерском мастерстве, да, в какой-то постановке, в какой-то вот именно идее номера, в продюссировании, то есть... Ну, вот как раз приглашают в хореографию, в театрную, да, из фигурного как-то немало людей было. Из мира, там, телевидения, шоу-бизнеса, да, шоу-бизнеса. Вот, но все равно, мне кажется, еще главное, что в этом году было так несколько каких-то таких скандалов, что там, ну, я читала просто какие-то комментарии, что это вообще нечестно, что и кого-то не допустили, и недовольство там первым номером, ну, то есть, самим судейством. Вот, мне кажется, что, возможно, это как бы специальный такой турнир, чтобы вот все покричали, поговорили, выплеснули эмоции, там, ну, и болельщики, может быть, ну, как бы какой-то такой вброс, чтобы происходил. Но, мне кажется, вот как идея, ну, вот мне пришла в голову, что, может быть, надо было сделать этот турнир просто как, ну, не в режиме состязаний, просто вот как такое, ну, как общее шоу, и каждый катается за свою определенную ставку. Ну, тогда будет мало чем отличаться от шоу, в этом ведь весь прикол, что мы вроде как шоу сделали соревнования, а по поводу победы, всех удивляет, что второй год подряд побеждает Ягудин, вы, не знаю, смотрели вы номера или нет, то есть, насколько объективно он действительно лучше всех? Ну, как бы, он не то, чтобы он прямо лучше всех, он другой, он как бы показывает что-то такое, даже вот в прошлом году я смотрела его программы в этом тоже, то есть, он как бы удивляет, вот, он удивляет, он заставляет действительно там даже, ну, как-то пробирать на эмоции, там, всплакнуть хочется, и, может быть, именно из-за этого он первое место. Вообще, очень много было программ, которые именно заставляли плакать, очень мало было чего-то веселого. И говоря об отличиях прошлого года и этого, в прошлом году можно было любую программу заявлять, даже вот коллега Дима Кузнецов выходил на программы про хайпажерство. А в этом году строгие правила только про русскую культуру, русскую историю. Российскую, попрошу. Насколько вот правильно в такие рамки творческих людей? Ну, мне кажется, нет, рамки как раз, может быть, и правильно, потому что тогда хотя бы, ну, хоть немножечко проще судить, ну, то есть, оценивать. Кто лучше справился с заданием. Да, кто лучше справился с заданием. Ну, на самом деле, там были какие-то номера из наших российских, советских еще фильмов, там, «Служебный роман», по-моему, еще «Бриятовая рука», да-да-да, вот «Убазина». Ну, то есть, они были такие комичные немножко, а так, мне вот очень понравился у Синицына и с Кацелаповым номер, там, ну, песня очень красивая, лиричная, он длинный, причем он, наверное, минут пять, если не больше. А «Ёжик» с «Медвежонком» вам понравился? Да, да-да-да. Ну, тоже прикольно. Тоже, да. Вы сами, нет, не хотите все-таки? Ну, кстати, в формате «Русскую вызову»? В формате «Русскую вызову» я знаю. А кого, партнером тогда, то есть вы… Надо кого-то искать, ну, может быть, вас. Уже, у вас же есть небольшой опыт. Ой, нет, я вообще только за. А что, еще целый сезон у нас в порядке? Ну, да-да-да, а какой у меня должен быть вес оптимальный, чтобы вот я хотя бы прыгнул? Чтобы меня поднять. Ну, это да, это не… А вы не испугаетесь? Я, кажется, я буду больше помзаться скорее. В этой жизни. Мне будет страшнее. Надо продумать, продумать, поговорить. Нет, на самом деле, да, вообще, я это только за. Да, это хотя бы… Главное, чтобы не выкинули в последний момент, вот как вспоминали со Стасиком. Ну, кстати, да. Да. На ваш взгляд, насколько этично было и красиво так поступать, потому что… Все-таки хочет его в первый канал как-нибудь… Вот не хочет, чтобы у нас нормальные отношения с ним были, да? Ладно, я шучу, шучу. Да, давай уже. Давай. Давайте говорить откровенно. Давайте. Девушку позвали, уже она была на афишах, она была анонсирована. И ей накануне перед Статом говорят, что ты не подходишь. Причем это даже, конечно, прописано там в регламенте. Несоответствие физической формы, там что-то такое. Ну да. А как аргументировали вот отказ? Там, ну, с ее слов, что не подходит по формату вот нам как бы. Ну, видео просто не понравился номер, я так понял. Он там организатор. Ну, то есть претензия была как бы к номеру или какой-то… Ну, нет, слабая физическая форма, вот такое. Ну, это же ведь форма. Такое понятие очень… Медленно накатит. Субъективно. Медленно накатит, серьезно. Да, такое было, да. Ну, опять же, со слов Станислава, моя позиция первого канала, там только… Нет, просто если это какая-то была претензия к номеру, ну, то есть, может быть, там, я не знаю, а может, там, запрещенное… Ну, или какая там незаконная… Ну, у нас сейчас может быть все, что угодно, да. Вот. То есть, здесь еще, как бы, ну, тогда хоть как-то это понятно, аргумент, но если там претензия к форме… Ну, если только человек объективно пьяный и пришел… Нет, ну, это невозможно, потому что она действующий спортсмен, и она явно в форме, и я уверена, что и номер, если честно… Да, в общем, мои фигуристы иногда катают же шоу пьяными, чего чтобы… Если мы откровенно говорим, да? Ну, бывает же такое, да? Нет, ну, это хотя бы повод. Вот, я бы, например, снял человека, если он так относится к соревнованиям, приходит пьяный на тренировку. Ну, тогда, как бы, извините. Ничего себе, ты Рустам, конечно, жесткий. А что, я не прав? Да нет, я просто эту ситуацию пока не могу… Нет, ну, он, кстати, победитель в теории. Ну, один фигурист мне рассказывал, что он однажды решил попробовать перед тренировкой принять, и у него сразу четверное хорошо пошло. Больше он, правда, как бы, не стал это продолжать перед соревнованиями и так далее, но задумался. Кстати, тоже может допингом считаться в некоторых случаях. Вот, кстати, да. Ну, подождите… Тот же коктейль в дюшес… Коктейль в дюшес… Нет, 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 нет. Коктейль в дюшес был на основе… Нет, 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 нет. Такого нет, да. Там определенные виды спорта кататься. Да, 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 да. Так. Ну, нет, ситуация, конечно, неприятная и непонятная, опять же, почему в последний момент, да, почему… Ну, то есть, мне кажется, если бы сразу же первый канал не захотел там, да, видеть, ну, как бы, спортсмена… Они же все либретто, они сначала делают письменные либретто, а посылают… Да, да, да. Ну, это видео, скорее, какой-то, ну, уже тогда видео-тизер, там… Ну, а это, прошу прощения, потому что я не в курсе, это был, как бы, только такой единичный случай или кого-то еще? И еще Леонтьева-Горелкин, да, в том же проследовании направлении… То есть, он два… Да, из, там, двадцати семи и восьми… Просто Стася так эмоционально об этом рассказывала, что все как-то вот… Да, на нее только, да. Прониклись ее историей. Ну, то есть, была еще одна пара, получается. Да, была, была, да. Ну, тогда это дело просто первого канала. Вообще, с точки зрения какого-то пиара, им нужно было эту историю подхватить и так добавить их вот скопом перед началом, там, может… Ну, ну, так, когда станешь пиар-директ на первого канала, тогда… Тьфу-ть-фу. Ой, сколько резать сегодня придется. Ну, ладно, я хотел вообще другое сказать, абсолютно обычную травоядную тему. Дэви Смолкин. Ну, все-таки, потому что мы про танцы, да, поговорили, и тут я, да, не упустил такой момент. Слушайте, ну, люди перешли в другую сборную, молодцы, мы очень рады за них. И в принципе, 12 место на чемпионате мира, не такой плохой результат. Между прочим, выше, чем первый чемпионат мира Попадаки Сезерона, те были 13-ые. Ну, это вообще кто? Попадаки Сезерона. Не знаю. Вот. И, собственно, ну, смотрите, то есть тут, во-первых, значит, получается все-таки надо валить в такой логике. Слишком острое. Пора валить шоу такое. Вот. Либо, ну, по крайней мере, как вы воспринимаете, там, успех, не успех, интересно ли вообще за этим следить, не знаю, болеете ли вы за них. Или они все, предали страну и так далее. Дэвид Смолкин, а партнерша, простите, кто? Дианас Дэвис, да? То, что они перешли, как бы, непонятно, да, как это все происходило технически. А вы смену гражданства, извините, обсуждали в прошлый раз? Нет? Нет. Ну, это то, что это интересно, мне кажется. И гражданство, да? Тут, видите, гражданство в чем был подвох необычный? Их спокойно отпустили, а другой был пример у нас Дарья Черезана, который хотел... Не, просто я знаю, что наши очень-очень-очень плохо отпускают. Да, да, да. И вот Черезана не отпустили с аргументацией, что он очень нужен. Да. А Дэвид Смолкина отпустили, что, как бы, это отрезанного мощь. Ну, я думаю, что здесь, как бы, все понятно. То есть, фактор все-таки личности сыгрался. Ну, конечно, конечно, это какие-то договоренности. Плюс, ну, а у нее не было разве гражданства? Американское. У нее американское было. Американское, да. Ну, наверное, может быть, даже и грузинское сделали, как знали, да. Тем более, что все равно для Олипиады оно нужно будет. Так что... Нет, у кого-то оно точно должно быть. Может быть, потому что уже было двойное. Ну, как бы, может, и по... А Черезана тогда я отвечу, родился в Италии. Ну, слушай, нет, подождите. Если именно чуть глобальнее смотреть на эту картину, то есть, в принципе, ну, как бы, нужно ли нам, в принципе, людей отпускать? Потому что, ну, с одной стороны, это же как-то позволяет им реализовываться. С другой стороны, по федерации, наверное, можно понять, что тогда... Складывали ресурсы. Все разбегутся тогда, да. Да. Я не знаю, если честно, я удивлена, что вообще сейчас какие-то трансферы открывают, потому что это и раньше, когда мы, ну, как бы, были в другой, да, политической ситуации, это уже всегда было, ну, как бы, очень-очень сложно. То есть, надо было ждать вот этот вот карантин там. Потому что, я знаю, что... Ладно, я не буду на камеру. Но, то есть, и так отпускали всегда, как бы, с большим трудом. Тут же там Илюшечкина, помните, она у нас выжидала, по-моему, ее не отпустили. Да, да, да. Вам никогда e-mail не приходили там, не знаю? Нет, нет. Все, давайте к нам. А когда карьеру завершали, не было мысли, что может попробовать где-то в другой стране себя? Если здесь нет. Ну, вот, когда уже с Андреем мы катались, мы думали, да, когда вот мы второй год подряд там бились головой во все. И все равно занимали там только шестое место на чемпионате России. И была какая-то идея, по-моему, какая-то дружественная Азербайджан, что-то такое. Но, опять же, там, по-моему, нам сразу же сказали, что нет. То есть, понятно. Ну, наша федерация все сказала. Да, да, да. То есть, что только через вот этот вот период карантина. Только через наш труп. Да, ну, понятно. А для страны вот такие вот дуэты, которые занимают 5-6 места, они нужны для какой-то общей конкуренции или вот для чего. Потому что со стороны выглядит, как какое-то крепостное право. Вы не даете им кататься за себя, потому что они отбор не проходят. И при этом не отпускаете, как бы, ни себе, ни людям. Временно там даже 6-е, 7-е, 8-е и там 10-е даже места, они могут в других странах стать там номером один. Но, мне кажется, это как бы, с одной стороны, это правильная политика. Ну, зачем? Все равно они наши. Ну, то есть, допустим, там даже по себе. А вдруг они потом возьмут и обыграют еще. Я, кстати, вот по себе анализировала ситуацию. То есть, я потом даже в какой-то момент стала себя укорять вот за то, что у меня вообще была мысль, честно, сейчас вот не на телевизор, а просто… Стыд, что ли, был? Был какое-то такое чувство, знаете, что… А ведь реально, ну, как бы, я всю жизнь каталась за Россию. Ну, то есть, вот, все, там, прям, с самого раннего, там, юниорского первого чемпионата, там, мира, гран-три. И, типа, вообще, что-то такое было. Зачем? Ну, как бы… Как предательство воспринимали? Ну, да, честно. У меня внутри было такое вот… Ну, какое-то… Я даже тогда порадовалась. Ну, хорошо, что нас вот не отпустили, а то, мне кажется, что я бы потом в глубине души себя бы карала за это. А вы верите в таком случае в какое-то скорое возвращение россиян? Потому что, ну, понятно, у нас отличные внутренние турниры, но так или иначе все ждут, все надеются. Хочется верить, конечно. Ну, вот, получается, что уже третий сезон мы в таком режиме. Не понятно. Какой-то… Мне кажется, что еще вот эти вот, действительно, ситуации… То есть, сейчас бы нам как-то бы вести себя, ну, очень, наоборот, надо было бы лояльно везде там соглашаться. И, может быть, тогда нас бы побыстрее бы выпустили на международный турнир. Вот эти вот истории громкие с допингами, они, конечно, не идут на поль. И вот эти… И как раз то, что сейчас идет, да, дискуссия, там, сейчас у нас летний олимпиад довольно скоро, и сейчас такая оскорая дискуссия – ехать, не ехать и так далее. Вы бы сказали, что да, надо там соглашаться. Пусть условия там не лучшие, но надо соглашаться и ехать. Под серым флагом, ну да. Да, я придерживаюсь этого мнения и говорила, и говорю, что, мне кажется, в любом случае надо потихонечку выбираться, пусть пока даже и под серым флагом. А будете как-то следить, болеть, поддерживать? Может, кого-то на летней олимпиаде там у нас достаточно будет теннисистов, как я понимаю, да? А, по-моему, пока еще окончательно не переделён? Нет, да. Ну, там, говорят, что там 40 человек. Примерно понимание есть. Да, да. По видам спорта, скорее, там, борьба, там, прыжки из батута, как мы узнали. Ну, просто так получается, что, наверное, это все-таки как-то позитив перед вот зимней олимпиадой, потому что понятно, что фигуристы запускают, но, может быть, перед олимпиадой что-то изменится, потому что все-таки там наши фигуристы – это тоже какой-то маркетинговый такой ресурс в каком-то смысле. Ну, дай бог, да, чтобы так было. Ну, давайте, наверное, еще напоследок скажем про вообще… Межсезонье. Да, ну, да. Нет, мы вот будущее затронули. Вам чего-то не хватает, Вера, вот, в нашем фигурном катании? Что бы вы там улучшили? Или сейчас, в принципе, мы вот на максимум идем, не знаю, может, еще какого-нибудь турнира не хватает, или каких-нибудь шоу, или там, освещение, вот, что-то вы бы улучшили? Да, мне кажется, турниров достаточно, может быть, немножко, наоборот, как-то, чтобы было поменьше таких разных скандалов, неприятностей, ну, то есть, чтобы было больше, действительно, спорта, чем… Ну, сейчас это модно, это, в принципе, сейчас, как бы, такой… Треш-ток. Да, вот, ну, не знаю, на пользу ли это реально спортсменам, просто. Угу. Я так всегда смотрю за этим, думаю, ну, когда я каталась, еще, наверное, такого сильно не было, ну, в таком количестве, то сейчас часто люди под спортсменами, мне кажется, тоже надо что-то делать, чтобы вот просто там стать ярче, чтобы их там увидели, услышали, но не делают это на льду, а делают это какими-то вот другими способами. И мне кажется, что это, ну, ближе уже к шоу-бизнесу, и я, ну, не сторонник, не сторонник вот этой вот такой дремучей смеси спорта и шоу-бизнеса. А вы за кого-то, в принципе, в нашем уровне катания особенно болеете? То есть, есть у вас, не знаю, любимчики точно? Ну, я же уже говорила. Да? Ну, я понял, окей. Ну, вот, кстати, они-то как раз пытаются шоу-бизнес скрещивать со спортом. Ну, что вот эти высказывания? Конкретно Галямов, да. Ну, он, не знаю, мне кажется, он это делает с такой какой-то более своей мужской стороны. Угу. Но у него это неплохо получается, на самом деле. То есть, мне кажется, он даже потом может куда-нибудь в политику податься. Опа. Интересный. Анонс. Ну, у меня как-то так вот по ощущениям, что он так всегда прям очень тяркий. А у вас не было предложений никогда в эту спорту? В политику? Да, нет. У меня нет. Угу. Ну, так вообще спорт, как бы, многие же спортсмены потом... Да, 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 да. Ну, просто, знаете, вокруг этого так... Есть какая-то критика, мол, что... Ну, с одной стороны, понятно, спортсмен хочет там, допустим, не знаю, чтобы строить стадионы и так далее. Но, с другой стороны, получается, что там, садясь в Госдуму, он должен прочитать тучу законов, разобраться в них и так далее. То есть... Что... Ну, как бы... Вроде бы он... Что, как бы, спортсмены... Это не профессионализм, как бы. Да, что не профессионализм. Ну, да. То есть... Наверное, он отвечает за какие-то... Ну, то есть, спортсмены в политике, они, наверное, что-то такое... Локальное. Больше. Ну, кстати, нет. Часто и по другим законопроектам выступают. У нас было, кстати, как-то исследование на эту тему, какие законопроекты спортсмены в Госдуме... Интересно. ...продвигают, да. И любопытно, что у них положительная статистика по принятию законопроекта. То есть, порядка 65... Спортсмены, где добивают результаты, да. Да, да. То есть, 65% их подданных законопроектов достигают, как бы, уже результата. То есть, в принципе, вы скорее... Вы вообще позитивный человек. У вас как-то... Вы не пессимистично сейчас настроены в том смысле, что вот куда мы будем развиваться, да? Все нормально будет. Да нет, ну я правда... Правда, я очень, как бы, довольна сезоном. Ну, то есть, в целом, нашим российским. Много стартов, и... Ну, я не вижу какого-то прям вот спада, честно. То есть, ну, я говорю, и в парах очень много сильных. И в танцах у нас, как бы, мне кажется, у нас всегда была одна-две пары, остальные... Ну, я вот не помню, чтобы у нас было, там, пять супертоповых пар в танцах. Такого никогда не было. Ну, вот такого массового перехода мы раньше не наблюдали все-таки, чтобы это было, как бы... В танцах. Третий сезон подряд, полнейший хаос, да. Ну, да, такого не было. Ну, сейчас просто заняться надо менять. Вот от скуки. Немножечко от скуки. Ну, мне кажется, на этой прекрасной ноте... Не скучайте. Да-да-да. Я надеюсь, что вам будет чем заняться, уважаемые танцоры, и не только. Живите дружно. Да-да-да-да. Терпите друг друга, в общем. Живите дружно. Спасибо большое Вере, что пришла и все проанализировала, несмотря на наши попытки превратиться все в какой-то офшоу-бизнес. Нет, сегодня прям так было позитивно. Спасибо. Спасибо большое. Приходите еще. Друзья, смотрите фигурное катание. Надеюсь, что... Надеюсь, что мы все-таки вернемся очень скоро, и ИСУ посмотрит эфир и передумает по поводу санкций. Рустам Мамов, Дима Кузнецов, Вера Базарова. Прекрасная. Спасибо, что смотрели и досмотрели. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Кузнецов